Около 5,5 тысяч избирательных участков для голосования образовано в Беларуси для проведения единого дня голосования. С 15 января в стране начнется новый этап электоральной кампании. Почти две недели будет проходить проверка документов и регистрация кандидатов. Всего 25 февраля беларусам предстоит выбрать более 12,5 тысяч депутатов всех уровней. Аграрии готовятся к пассивной кампании. Белорусские сельхозпредприятия вдвое увеличили закупки зерна на бирже. По итогам 2023-го было приобретено почти полмиллиона тонн на 208 миллионов рублей. Среди востребованных позиций – фуражная и продовольственная пшеница, кукуруза и пивоваренный ячмень. В структуре сделок преобладало белорусское зерно, а доля импорта из России составила чуть более 40%. Бобруйский городской исполнительный комитет информирует о наличии свободных жилых помещений арендного пользования. Прием заявлений по 12 января включительно по адресу улица Ленина, 1, кабинеты 101-102. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте горисполкома. Управление по труду, занятости и соцзащите Бобруйского горисполкома предлагает освоить новые специальности. Список востребованных профессий широк. В городе требуются водители погрузчика, троллейбуса и автобуса, повара, кладовщики и другие. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте горисполкома. В среднем обучение длится от одного до двух месяцев. 17 января пройдет торжественное открытие 20-го турнира на Кубок председателя Бобруйского горисполкома среди команд подразделений пожарных спасателей. Бороться за звание лучших будут как белорусы, так и гости из Нарафа-Минска, Южной Осетии, Абхазии и Калининграда.